Привет, дорогой я. Сегодня 4 мая 2021 года. Холодно, жутко. Весны в этом году не будет, что ли? Сразу скажу, хотя ты можешь не знать, как ты можешь не знать, что я любитель играть на короткой дистанции. Немного заложен нос, поэтому попробую вкратце. Так вот, если у тебя хоть что-то получится, можешь дать этому огласку до конца текущего года. Не нужно ждать 2025 и дальше, но ты и так это понял. Хочу сказать следующее. В каждом человеке есть доля убеждений, доля веры, а также небольшая примесь чужого мнения. Вся сложность в том, что мы так часто слушаем мнения окружающих, позволяя ему всегда выходить на первый уровень, быть определяющим нас явлением. Знай или верь хотя бы, что это не так. Давай возьмем на простом житейском примере. Этот аккаунт ТикТок у тебя, у нас, сейчас 6000 подписчиков. Вот вспомни, как тебе говорили, что с умными речами ты тут никому не нужен. Но ведь это не так. Уже целых 6000 человек так не думают. Здорово. Не знаю, может к концу года таких будет 1010-12, было бы неплохо. В общем, думаю, ты понял суть. Не помню, кто это сказал, но не позволяй шуму чужих мнений заглушить твой внутренний голос. Делай, как считаешь нужным и что считаешь правильным. У тебя все получится. Я в это верю. Привет, дорогой я. Сегодня 21 декабря 2021 года. Вновь пишу письмо себе. Опять заложен нос, словно тогда, 4 мая. Поэтому запись будет такой же короткой. Не знаю, какая у тебя сейчас погода и где ты находишься, но у меня сейчас идет снег. Очень красиво. Я никогда раньше не задумывался над тем, какое же прекрасное чувство сидеть в тепле и уюте и смотреть на падающий снег через окно. Сегодня особенный день, и я знаю, что ты об этом знаешь. Важнее будет рассказать не о том, что сегодня должно произойти с тобой или уже произошло, а о том, что ты должен делать, чтобы в твоей жизни было гораздо больше таких дней. Правильный выбор. Короткая, но такая емкая по смыслу фраза. Делать правильный выбор – это ведь не что иное, как довериться своей интуиции, принять совет своего подсознания. Когда ты чувствуешь, что должен поступить так и никак иначе, это словно вселенная разговаривает с тобой, показывая правильный ответ. Пойми или просто запомни это. В нашей жизни уметь остановиться и прислушаться к себе дорогого стоит. Мнение окружающих – это обертка, но истинная сладость – это твои мысли, твои убеждения, твое собственное мнение. Помни об этом, и у тебя все обязательно получится. Привет, дорогой я. Сегодня 20 января 2022 года. На улице лежит снег, холодно, светит солнце. Наверное, впервые за последние 7-8 лет сегодня я задумался над одной странной вещью. Почему все люди, ну, многие, так боятся смерти? Вопрос не новый, но я попытаюсь дать тебе на него совершенно новый ответ. Кстати, если ты вдруг сейчас думаешь, что за ерунду я слушаю и зачем, советую тебе не торопиться с выводами. То, что ты сейчас услышишь, станет лучшим твоим наследием. Эта мысль поможет тебе справиться с любым волнением, пережить неудачу, смириться с потерей, не перестать верить в добро и продолжать нести свет. Так вот, я долго думал над этим и пришел к такому выводу, что боязни смерти попросту не существует. Нет такого понятия, просто нет. Все, кто боится смерти, на самом деле боятся жизни. Я сейчас объясню. Многие думают, мечтают что-то сделать, начать какой-то проект, совершить подвиг или просто решиться на определенный шаг. Очень мало кто решается на что-то серьезное, а еще меньше тех, у кого действительно получается достичь результата. Следуя такой логике, я уверяю тебя, люди не боятся смерти, они боятся не успеть сделать, не успеть решиться на определенный шаг за тот период времени, которое им отведено. Кстати, пока ты еще здесь, я скажу немного о времени. Наша жизнь – это кинолента, пленка, в которой каждый день – это отдельный кадр. Мы воспринимаем время как продолжительность этой пленки, на сколько секунд, часов, лет хватит ее длины. Но если взять пленку с фильмом в руки и разложить перед собой, можно смотреть на все кадры одновременно. Нет никакого времени, все кадры видно сразу. Понимаешь? Твое будущее уже сегодня, твое прошлое уже сейчас. Помни. Привет, дорогой я. Сегодня 23 марта 2020 года. Почти месяц прошел с того момента, как по всей стране объявили локдаун. Все из-за этой странной болезни, коронавирус или как там его. Странные чувства. Все эти маски, антисептики. Боязнь лишний раз выйти на улицу. Особенно в людное место. Одним словом, ограничения. Странные чувства. Люди как будто постепенно начинают понимать старую фразу. Не ценим то, что имеем. Может это только мне так кажется. Я сейчас сижу на кухне и смотрю в окно. Эти деревья, небо, солнце, проблески зеленой травы. Это просто невероятно красиво. Странно, почему-то в этом году вся эта красота природного мира кажется такой особенной. Реально. Я тут подумал, может человек так устроен, что он начинает ценить лишь тогда, когда его лишают чего-то. Грустно и страшно от этой мысли. Лишиться, чтобы ценить. Лично мне сейчас не хватает походов в кино. Мы же как раз собирались пойти на Лигу домашних животных. Представляешь, все это скоро станет просто воспоминанием, как будто ничего и не было. Ну, по крайней мере, многие так говорят. Может они просто надеются. Хотя, кого я обманываю? Я тоже на это надеюсь. В будущем, в 2021 или 2022, все это точно закончится. Представь, ты сейчас сидишь в кресле и все это читаешь. А если нет, ну, тогда ты уже и сам, словно герой фильма. Точнее, все уже, словно в главной роли какой-то о Нью-Удобии. Не знаю, сколько прошло времени, и когда ты это будешь читать. Держись там. Видите, даже после самой темной ночи наступает рассвет. Привет, дорогой я. Сегодня 4 мая 2021 года. Холодно, жутко. Весны в этом году не будет, что ли? Сразу скажу, хотя ты можешь не знать, как ты можешь не знать, что я любитель играть на короткой дистанции. Немного заложен нос, поэтому попробую вкратце. Так вот, если у тебя хоть что-то получится, можешь дать этому огласку до конца текущего года. Не нужно ждать 2025 и дальше, но ты и так это понял. Хочу сказать следующее. В каждом человеке есть доля убеждений, доля веры, а также небольшая примесь чужого мнения. Вся сложность в том, что мы так часто слушаем мнения окружающих, позволяя ему всегда выходить на первый уровень, быть определяющим нас явлением. Знай или верь хотя бы, что это не так. Давай возьмем на простом житейском примере. Этот аккаунт ТикТок у тебя, у нас, сейчас 6000 подписчиков. Вот вспомни, как тебе говорили, что с умными речами ты тут никому не нужен. Но ведь это не так. Уже целых 6000 человек так не думают. Здорово. Не знаю, может к концу года таких будет 1010-12. Было бы неплохо. В общем, думаю, ты понял суть. Не помню, кто это сказал, но не позволяй шуму чужих мнений заглушить твой внутренний голос. Делай, как считаешь нужным и что считаешь правильным. У тебя все получится. Я в это верю. Привет, дорогой я. Сегодня 4 мая 2021 года. Холодно жутко. Весны в этом году не будет, что ли? Сразу скажу, хотя ты можешь не знать, как ты можешь не знать, что я любитель играть на короткой дистанции. Немного заложен нос, поэтому попробую вкратце. Так вот, если у тебя хоть что-то получится, можешь дать этому огласку до конца текущего года. Не нужно ждать 2025 и дальше. Но ты и так это понял. Хочу сказать следующее. В каждом человеке есть доля убеждений, доля веры, а также небольшая примесь чужого мнения. Вся сложность в том, что мы так часто слушаем мнения окружающих, позволяй ему всегда выходить на первый уровень, быть определяющим нас явлением. Знай или верь хотя бы, что это не так. Давай возьмем на простом житейском примере. Этот аккаунт, ТикТок, у тебя, у нас, сейчас 6 тысяч подписчиков. Вот вспомни, как тебе говорили, что с умными речами ты тут никому не нужен. Но ведь это не так. Уже целых 6 тысяч человек так не думают. Здорово. Не знаю, может, к концу года таких будет тысяч 10-12, было бы неплохо. В общем, думаю, ты понял суть. Не помню, кто это сказал, но не позволяй шуму чужих мнений заглушить твой внутренний голос. Делай, как считаешь нужным и что считаешь правильным. У тебя все получится. Я в это верю. Привет, дорогой я. Сегодня 10 мая 2021 года. На часах 9.47 на улице Ветрино. Не хочу даже выходить из квартиры. Как же зависит настроение и моральный настрой от погоды. Интересно, у одного тебя так. Еще осталось подготовить целых 4 документа, но так не хочется. Не знаю, в будущем, надеюсь, ты уже не так будешь поддаваться прокрастинации. Посмотрел пару серий четвертого сезона «Бумажный дом». Думаю, досмотрю на днях точно. Хочу сказать следующее. Жизнь бьет всех, но одни сдаются и принимают все как есть, а другие упорно стараются и им удается измениться или изменить окружающий их мир. Интересно, но порой достаточно посмотреть на вещи под другим углом и тут не нужно понимать дословно, как все становится по-другому. Как будто наши глаза нас порой обманывают. Видеть это как предполагать, ведь если ты будешь заострять внимание на одном конце елки, никогда не увидишь, что по другую сторону под елкой сидит заяц. Проблемы работы, учеба, мечты. Это одна сторона, но жизнь происходит ежесекундно. Все везде меняется и неважно, хочешь ты этого или нет. Сейчас 11.12, я сделал уже два документа. Даже не знаю, зачем тебе это знать. Наверное, чтобы ты не забывал, что в любой момент можно собраться и выполнить свои обязанности, сделать то, что от тебя ждут другие. Может, пример не самый удачный, но он жизненный и правдивый. Кстати, уже 14.31, доделал оставшиеся два документа. Это приятное чувство, когда ты выполнил свою работу. Погода стала гораздо лучше, к слову, настроение тоже на высоте. Не знаю, как закончить эту страницу, не хочу этими банальными фразами. Смотри по обе стороны елки. Надеюсь, ты понял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!